Как сообщалось ранее, 18 мая абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик дебютирует в элитном дивизионе и, вероятнее всего, пройдет поединок против Александра Поветкина. Пока данная информация не является официальной, но ее уже подтвердили многие источники, в том числе и промоутер Эдди Хирн, который прогнозирует, что в 2020 году украинец может выйти на ринг против Энтони Джошуа. Судя по всему, в мае Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе в поединком против Александра Поветкина. Затем ему нужно провести еще один бой, после чего WBO сделает его обязательным претендентом для Энтони Джошуа. «Я вижу, этот поединок может произойти весной 2020 года», – заявил Хирн. Кстати, Энтони Джошуа внимательно следит за карьерой Александра Усика и не раз комментировал возможный переход украинского боксера Хэйвейт. По мнению Эйджея, все станет предельно ясно, когда Усик проведет несколько поединков против представителей элитного дивизиона и поймет, каково это драться с огромными парнями и терпеть их мощные удары. Также Эдди Хирн не смог оставить без внимания заявление Дуантея Уайлдера о статусе свободного агента и тут же предложил бронзовому бомбардировщику рассмотреть вариант сотрудничества со стриминговым сервисом DAZONE. Конечно, сложно представить, чтобы Уайлдер прислушался ко мнению Хирна, которому не доверяет после проваленных переговоров по бою с Энтони Джошуа, но в профессиональном боксе бывали и не такие повороты. «Вчера Дуантея Уайлдер заявил, что является свободным агентом, поэтому нам очень хочется видеть его на DAZONE. Я уверен, что ЕСПН уже ведут с ним переговоры. Большие бои всегда будут сделаны. Когда на кону стоят гигантские деньги, это всегда будет воплощено в жизнь. Когда Энтони Джошуа дрался с Владимиром Кличко, этот поединок транслировался на HBO и Showtime. Глава промоутерской компании TopRank Бо Парум заявил, что его промоушены и телесети ЕСПН отказались от переговоров с Геннадием Головкиным. ЕСПН уже не ведут переговоры с Головкиным. В какой-то момент они решили, что он не стоит всех этих проблем. Дело было не только в деньгах. Это тот тип переговоров, в который изначально они могли далеко зайти. Но если он вернется и захочет возобновить общение, ЕСПН, вероятно, даст нам зеленый свет, говорит Арум. Казахстанский боксер по усреднему весу Батыр Джукинбаев узнал своего следующего соперника. Им стал мексиканец Карлос Хименес, который должен был встретиться с Даняром Ильюсиновым. Данная информация появилась в публикации на инстаграм-странице промоутерской компании Off the Tiger Promotion, ведущей дела Джукинбаева. Батыр Джукинбаев строится с Карлосом Хименесом, который входит в топ-боксеров в категории 140 фунтов. Согласно рейтингу бокс-рек, кто теперь будет соперником Ильюсинова, пока неизвестно. На следующей неделе Сауль Альварес и Дэниел Джейковс отправятся в международный турне по продвижению поединка, который состоится 4 мая на Тимобайл-арене в Лас-Вегасе и будет транслироваться в прямом эфире через стриминговый сервис DAZONE. Промо-тур «Канелла и чудо-человека» пройдет в трех городах и имеет следующий график. 27 февраля в Нью-Йорке, 1 марта в Мехико, 2 марта в Лос-Анджелес. Всемирная боксерская организация WBO внесла изменения в опубликованном в понедельник рейтинге, восстановив Хильберта Рамиреса в качестве чемпиона во втором среднем весе и убрав его из рейтинга полтяжеловесов, где он занимал первую строчку. «Я не отказывался от титула, я просто хочу провести бой в полтяжелом весе. Чтобы проверить, как буду себя чувствовать в этой категории, мы разговаривали об этом с президентом WBO. Я сказал, что у меня есть право на добровольный бой, и он поддержал меня». Напомню, что WBO в понедельник направила письмо промоутерам экс-чемпиона в среднем весе Билли Джо Сондерса и первого номера рейтинга, в котором обязала их начать переговоры о проведении боя за авокатный пояс во втором среднем весе. Эта информация оказалась сюрпризом для Рамиреса, который не собирался отказываться от титула, а просто хотел попробовать себя в полтяжелой категории, в ожидании возможности провести объединительный бой с Колону Смитом или другим чемпионом. Какой статус теперь будет иметь поединок между Сондерсом и Юсуфи, на данный момент не ясно. WBO пока никак не прокомментировала ситуацию, а просто исправила опубликованное на официальном сайте рейтинг. Команда Джосефа Паркера отказалась от идеи организации поединка с Дариком Чесорой. Об этом сообщил менеджер новозеландца Дэвид Хигганс. По словам Дэвида, они были очень решительно настроены на переговорный процесс. Однако стороны Чесоры, представленные промоутерской компанией Матч Рум Боксинг, долго не уходила на связь и всячески пыталась оттянуть подписание контракта, в результате чего время уже истекло. Британский боксер Билли Джо Сондерс поделился мыслями об исходе предстоящего боя Сауля Альвареса. Британский боксер и Даниэла Джейкобса, который состоится 4 мая в Лас-Вегасе. После всего, что было в жизни Джейкобса, он заслужил этот бой и отличный гонорар. Возможно, он может побить Канелло, но он никогда не выиграет у него решением, ему нужно нокаутируть его. Канелло единственный человек, который попытался ограбить Майвезера. Поэтому мне жаль Джейкобса, ведь у него есть всё, чтобы побить Канелло. Но в боксе порой есть политика, но всё равно я желаю ему всего наилучшего. 6 апреля 32-летний россиянин Дмитрий Чудинов отправится в Польшу для того, чтобы провести там поединок с местным 25-летним боксером Робертом Парджичевским. Молодой поляк имеет только одно поражение в своём пассиве. В начале своей карьеры он проиграл непобеждённому проспекту из Франции и в настоящее время занимает 20-ю строчку лучших боксеров полтяжёлого веса в мире. Чудинов же отправляется в Польшу уже в статусе джорни-мена, проиграв трёх из последних четырёх поединков. 3 марта на ринг выйдет экс-чемпион мира 27-летний Джесси Магдалена. После поражения Айзеку Дагбо он отсутствовал вне ринга 11 месяцев и принял решение подняться на одну весовую категорию вверх. На этот раз его соперником станет 31-летний Рико Рамос, который за свою карьеру дрался с такими известными боксёрами, как Гильермо Ригондо и Рони Риос. Соперником 20-летнего уроженца штата Калифорнии Райана Гарсии станет средняк из Порта-Рико Хосе Лопес, большую часть своей карьеры выступавший на 2-3 категории ниже и досрочно проигравший свой последний поединок известному соотечественнику Джонатану Акендо. А на этом у меня всё, спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok